Угу, щас. В очередной раз напоминаю, что до сих пор не набрал 5000 подписчиков в Телеграме, а тем временем с вами Синька Бати, погнали! Хочешь сильно одеваться и при этом не переплачивать? Тогда рекомендую годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. В обойме Hustle более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. Редкие и эксклюзивные модели, которые ты не увидишь в обычных магазинах, а материалы качества не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также для моих подписчиков действует промокод SYNC, дающий скидку аж в 30%. Не переплачивай в других магазинах, а покупай на Hustle.rf по самым вкусным ценам. Переходи и убедись сам. Ссылка в описании под видео. Во-первых, стоит сделать небольшую ремарочку для некоторой части зрителей. Еще с первого выпуска в комментариях я натыкаюсь на кое-какие претензии. Меня убеждают в том, что только автору ясно, что поется в песне. А все, что мы делаем, это всего лишь попытка придать больше значимости произведению, чем оно заслуживает на самом деле. Другие же говорят, что любую песню слушатель воспринимает по-своему и в конечном результате не особо-то и важно, что вкладывал в свои строки автор. И те, и те, разумеется, правы. Что касается первых, иногда альтернативный смысл даже более очевиден, если вникать в контексты или цепляться за какие-то детали в строках. В общем, если я даже выдвину предположение, то оно будет не без оснований. Именно поэтому второе суждение не обесценивает рубрику, а скорее полностью развязывает мне руки, разрешая мне понимать и интерпретировать посыл каждой песни, как мне хочется. Другое дело, когда автор сам объясняет реальный замысел композиции. И тут вы уже хуй со мной поспорите. Композиция ЛСП номера знатно навела шороху в медиаполе в прошлом году. Несмотря на то, что песня вышла в далеком 2012 году, она нисколько не утратила своей популярности. Но и напротив, недавно снова хайпанула. Очень грустно сейчас осознавать, что эта песня очень сильно подговнила в репутации Олегу, когда несколько подростков под нее покончили жизнь самоубийством. Об этом я долго рассказывать не буду, если надо будет, сами прочитаете. Но вот что я заметил. Если отбросить всем известный припев про крышу, то весь разгон про уход из мира бренного можно вполне воспринимать как метафору. Ладно, сейчас объясню. Если изучить весь первый куплет, то становится ясно, что автору попросту надоело зависеть от того, что вся его жизнь измеряется в количестве лайков и сообщений за день. Более того, в этом же куплете описывается и покорное следование всем модным трендам тех времен. Лирический герой как бы ставит риторический вопрос. Равносильно ли выброшенная симка, удаленная страничка ВКонтакте и, наконец, выключенный телефон уходу из жизни? Таким образом, сама тема суицида является всего лишь аналогией. Основной посыл явно рассказывал нам о жизни в интернете. В 2012 году такая метафора была бы слишком очевидной, чтобы оценивать песню как пропаганду суицида, а вы до сих пор не выкупили. Две тысячи баксов за сигарету, и даже полжизни не жалко за это. Сколько же раз меня просили упомянуть эту песню? Пожалуйста, досмотрите этот блог до конца, будет очень интересно. В песне «Две тысячи баксов» герой сталкивается с предательством друга и изменой девушки. В момент полного отчаяния и горя вредная привычка становится неким спасением и символом разрядки. Чуть-чуть покурить, и до рассвета будем летать, чтобы снова отдать. Он готов отдать за неё хоть две тысячи баксов, лишь бы почувствовать хоть какое-то облегчение. Казалось бы, смысл очевиден, но некоторые источники приоткрыли истинный смысл композиции. В 2000 году на территории Германии случилось столкновение двух пассажирских самолётов, в результате чего все люди, находящиеся на борту обоих лайнеров, погибли. Чуть позже выяснилось, что причиной катастрофы стало то, что один из диспетчеров отлучился покурить и оставил второго, Нильсена, руководить полётами в одиночку. Через какое-то время один мужчина убил Нильсена за то, что в результате крушения погибла вся его семья. На эту тему сняли очень много документальных фильмов, а ситуацию обсуждал весь мир. Так при чём тут песня? «Две тысячи баксов за сигарету». Именно такой штраф грозит диспетчеру за покинутое рабочее место, а строчки «пол жизни не жалко за это» обозначают то, что автор отдал пол жизни за перекур. Исходя из вышеупомянутого, становится ясно, каким фатальным последствиям может привести эта вредная привычка. Именно так трактует посыл данной песни сотни статей в интернете. Но давайте здесь раз и навсегда расставим все точки над «и». Во-первых, существует две версии песни. Одна от группы «Год змеи» с текстом про любовь и измену, другая от сольного проекта лидера группы, уже явно намекающая на тяжкий труд диспетчеров авиалиний. И та, и та якобы отсылают нас к тем печальным событиям. А на экран слетелось, тая с разных стран. Я справлюсь сам, а по спине холодный пот. Но если почитать Википедию или посмотреть документалки, то вообще нигде не говорится о том, что его напарник ушел именно покурить. А еще более странным фактом является то, что никого не штрафовали на 2000 долларов. Такого штрафа в принципе не существует. Да, лидер группы Алексей Марковников сам работал авиадиспетчером, но в песне он, напротив, описывал тяготы этой работы. Более того, в песне есть и другие неточности в цифрах. 200 минут до рассвета, при том, что катастрофа произошла в 21.35. 2000 метров, хотя катастрофа произошла на высоте 10 тысяч. Если суммировать все вышеперечисленные факторы, становится ясно, что трактовка песни является всего лишь выдуманными кем-то домыслами, из-за чего в головах многих не только укоренилось ложное мнение о смысле песни, но и родились всякие мифы касательно подробностей той трагедии, а вы до сих пор не выкупили. А перед продолжением ролика, зацените обложку этого видео. Ее сделал Думу Райдер, а ссылка на него в описании. Певец Стромае стал широко известен в России после того, как какой-то мужик спел песню Алюна Даст. Ну, а Стромае спел оригинальную версию. Все гламурные клубы Москвы тогда могли отжигать под эту песню часами. Зверев был в шоке, Тимати уснул на вписке, Бузова поссорилась с Кадони. Короче, хайпанул певец знатно. Чуть позже у него вышла еще одна песня, Папа Уте. Ну и опираясь на посыл первой песни, все гламурные тусовщики решили, что это тоже веселая песня для пьянок и дэнса. Но если почитать переводы текста, то посыл очень злободневный и повествует нам об отсутствии отцовского воспитания. У самого певца отец также умер в детском возрасте. И в песне он постоянно задает вопрос, где ты, папа? А проблема достаточно серьезная. Уходя из семьи, отец не только лишает сына мужского внимания, необходимых советов и прочего. Но и не дает ребенку заучить модель отцовского поведения. Из-за чего ребенок, став отцом, не особо понимает, что ему нужно делать. И этот порочный круг без ответственности в итоге не заканчивается. В общем-то, именно под эту песню все счастливыми лицами танцевали лет 10 назад. А о чем она была, вы до сих пор не выкупили. Что вы знаете о Михаиле Круге? Ну, типичный шансонье тех лет. Конъюнктурщик, желавший угодить гопоте. Поплатившийся в итоге за то, что связался с криминальным миром. Но послушав пару его песен, я заметил кое-какие ироничные подтексты. Взять даже песню «Жиган Лимон», которая, по мнению многих, стала поворотной в творческой судьбе артиста. Поначалу кажется, что все очевидно. Нам рассказывают о неком босеке, который с детства приобщился к воровскому миру, не раз попадал в лапы милиции, но продолжал заниматься воровством. Ну и чему такая песня может научить? Всем уже давно понятно, что... Вдобавок ко всему, основной посыл песни гласит, что если ты станешь таким, то на тебя штабелем будут вешаться девочки из школы. Но если углубиться в посыл истории, то уже во втором куплете автор начинает высмеивать девчонок, падких на так называемых плохих парней. То есть на протяжении всей дорожки автор карикатурно описывает те лихие времена, когда среди девочек и общество в целом имело важность, насколько ты блатной. К тому же в конце песни Миша рассказывает, что лирический герой уже давно вырос из таких идеалов, но тем не менее до сих пор пользуется успехом среди противоположного пола. Но, как мне кажется, никто здесь не обратил внимания вот на эту фразу. Девчонки, ну какие же вы дуры! Ну как на первый номер можно лечь? Именно она раскрывает ту самую иронию в этой песне. Во всей мировой культуре дамы всегда клевали на плохих парней, а круг всего лишь поднял эту тему. Автор ни в коем случае не кичит со своим статусом, он лишь стебет особ, которые на это клюют. А вы до сих пор не выкупили. Ну а на этом все, мои дорогие выкупальщики. Очень жду в комментариях песни для следующего ролика и, естественно, вашу подписку на мой телеграм-канал. А с вами был Синька Батя, лайк, подписка, колокол и до встречи, молодые!